Россия готовится ко второму Евразийскому женскому форуму. В этом году на него приедут женщины из 120 стран мира. Среди тех, кто уже подтвердил участие – спикеры национальных парламентов, вице-президенты Болгарии и Замбии, первые леди четырех стран, руководители ряда международных организаций. Форум пройдет в Петербурге 20 и 21 сентября. Там же состоится саммит женщин-дипломатов и презентация делового женского альянса БРИКС. По итогам заседания клуба планируется подписание декларации о создании Евразийской ассоциации женщин. За 40 лет, прошедшие после начала проведения политики реформы открытости в Китае, промышленный потенциал страны поднялся на совершенно новый уровень. Как следует из нового доклада Государственного статистического управления по итогам 2017 года, добавленная стоимость, созданная в китайской промышленности, приблизилась к отметке 28 триллионов юаней, что в 54 раза превышает показатель 1978 года. Среднегодовой рост составил 10,8%. КНР постоянно увеличивала свою долю в мировой обрабатывающей промышленности, а в 2010 году вышла на первое место по этому показателю. Сегодня Китай – крупнейший в мире производитель кондиционеров, холодильников, цветных телевизоров, стиральных машин, персональных компьютеров, планшетов и смартфонов. В Индии разрабатывают экспериментальный проект по строительству экологических башен. Дели считается самым грязным городом на планете, столица переполнена промышленными предприятиями и автотранспортом. Поэтому мегаполис часто окутывает густой смог. На помощь индийским экологам пришли архитекторы из Дубая. Их проект представляет собой сеть стометровых башен, поглощающих вредные выбросы. По плану, каждая башня будет оснащена фильтрами, которые будут очищать воздух. Собранные частицы углерода можно будет использовать вторично. Каждая башня сможет очищать воздух вокруг себя в радиусе двух километров. Таким образом, ежедневно одна такая установка будет производить более трех миллионов кубических метров чистого воздуха. Ученые считают, что древние предки жителей современной Бразилии занимались сельскохозяйственной деятельностью еще более четырех с половиной тысяч лет назад. Об этом свидетельствует анализ найденных останков зубов доисторических поселенцев. Детальное исследование челюсти показало, что их питание в большей степени состояло из углеводов. По мнению ученых, древние люди могли успешно выращивать сладкий картофель и батат. Это в корне меняет существующие представления о рационе первобытных людей, а также распространенных у них видах деятельности. Посетители национального парка Крюгера в ЮАР стали свидетелями крайне необычного поведения слона. Оказывается, не только люди любят наслаждаться прекрасными пейзажами. Так многотонный гигант решил взобраться на крышу местного ресторана. По всей видимости, ему было там вполне комфортно. Животное несколько минут топталось по крыше заведения, затем слон слез с кровли и спокойно направился к ближайшим зарослям. К удивлению очевидцев происшествия, ни работники, ни посетители заведения абсолютно не догадывались о большом госте над своими головами. КОНЕЦ КОНЕЦ